В преддверии Дня Победы У меня в руках звезда памяти о моей прабабушке, которая в годы Великой Отечественной войны вместе со своими тремя братьями ушла на фронт. Она была военно-полевым хирургом, прошла всю войну, вернулась, у нее были ранения. И после этого она продолжила работу. А в дальнейшем у нее появились две дочки и замечательные внучки. Она прожила до 90 лет и умерла в 2005 году. Маленькие нягоньцы подготовили подарки ко Дню Победы для военнослужащих-земляков. В Центре социальных услуг «Душевные люди» организовали мастер-класс для детей с ОВЗ по изготовлению декоративной броши. Около получаса юные нягоньцы создавали георгиевскую ленту. Ребята раскрашивали деревянные заготовки в цвета главного символа Победы, а также послушали небольшую лекцию о Великой Отечественной войне. После того, как подделки высохнут, их передадут волонтерам Нягоньского технологического колледжа. Они покроют георгиевские ленточки специальным прозрачным лаком, сделают из них значки, а затем отправят участникам специальной военной операции. Я думаю, это найдет живой положительный отклик, и будет очень такое душевное, близкое послание, сделанное своими руками, содержащее тепло рук ребят, особых ребятишек. Мы всегда при отправке каких-то писем с гуманитарной помощью, приветов, получаем обратную открыточку видеопоздравления, видеопрезентации, видеоотзыв от наших ребят, и всегда звучат слова благодарности. Смотрим всем коллективом, также и ребята смотрят на классных часах. Это очень приятно, что мы хоть вот таким способом, но можем поддержать и поучаствовать. В Югре произошло первое ДТП с велосипедистом. В Советском женщина за рулем двигалась по парковке и, по предварительным данным, не учла безопасность маневра при повороте налево. В итоге автомобиль наехал на подростка на велосипеде. 11-летняя девочка получила травму. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее, а велосипедистам не пренебрегать элементарными правилами, например, спешиваться перед переходом проезжей части. Добавлю, за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 3 ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Сотрудниками госавтоинспекции задержано 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 361 водитель и 65 за нарушение правил перевозки детей. Гроза сургутских нарушителей на службу. В ГИБДД Сургута поступила новая система «Автоураган МС». Она оснащена шестью камерами с обзорами в 360 градусов и способна фиксировать от 100 нарушений в день. Управление автомобилем без справ, стоянка в неположенном месте, превышение скоростного режима и еще с десяток нарушений. Все это легко фиксируется автоураганом прямо во время движения и даже когда машина не заведена. Он видит все транспортные средства вокруг себя. Хоть в пробке, хоть на большой парковке. Предназначен для автоматической фиксации правонарушения в области безопасности дорожного движения. А также отдельно по статьям 12.15.4, это встречная полоса. Остановка стоянка транспортных средств с нарушением, знака 327-328, остановка стоянка запрещена. Также работает с базами розыска. От урагана ни спрятаться, ни скрыться. Эта машина выезжает в рейд ежедневно. Патрулирует в основном дороги с наименьшим количеством камер. И если стационарная аппаратура фиксирует всего несколько видов нарушений, то автоураган способен даже отследить машину в угоне. Транспортное средство, например, числится в угоне. Можно забить по трем цифрам госномера в оперативный розыск в систему автоураган. Ну и дальше ехать по городу, и система будет выдавать те транспортные средства, на которых присутствуют данные цифры госномера. Также цвет, марка, транспортное средство можно вбить в оперативный розыск. Александр, 2, 9, 2, Мария, Татьяна, 1, 8, 6. Сейчас ураган зафиксировал управление автомобилем без прав. Пробив водителя по базе, инспектор выясняет ложная тревога. Купил машину, поэтому, возможно, на ней кто-то ездил ранее. Дешево. А у меня все в порядке. Кстати, автоураган уже хорошо известен сургутским водителям. Многие с интересом рассматривают авто с камерами, другие пытаются по-быстрому пристегнуться, третьи меняют траекторию движения в надежде быть незамеченным. Но в этом случае полицейские спешат разочаровать. Если ты видишь ураган, то ураган тоже видит тебя. И если в его поле зрения попало нарушение, штраф передается автоматически. Екатерина Нефедова, Юрий Чанцев, телерадио компания Югра, Сургут. В столице Самотлора санитарные врачи прокомментировали слухи об инфекции, завезенной рейсом Москва-Нижневартовск. В нескольких городских пабликах появилось сообщение, что на борту самолета находился мужчина, заболевший корью. Во многих регионах России отмечают случаи с таким диагнозом. В Югре пока не выявлено ни одного. Как сообщили в Нижневартовском отделе Роспотребнадзора, пассажира с подозрением на корь действительно госпитализировали, но диагноз еще не подтвердили. Дело в том, что симптомы заболевания корью схожи с обычным ОРВИ. Высокая температура, воспаление слизистых оболочек и сыпь. В больнице мужчине оказывают помощь и проверяют его контакты. Медики напоминают, что лучшим способом обезопасить себя – вовремя сделать прививку. Человек, если прививался своевременно по национальному календарю, то он, минимальная возможность заболеть корью. Если он опасается, можно пойти в поликлинику и сдать кровь на антитела, чтобы он не опасался. По всем контактам ведется сейчас выяснение этих контактных, и мероприятия по ним будут проводиться. Югорчане присоединились к неделе сохранения здоровья легких. Она проходит по всей стране с 1 по 7 мая. Эта акция призвана обратить внимание на заболевания бронхолегочной системы. Их количество год от года растет. В первую очередь это касается астмы. За последние 10 лет число пациентов с таким заболеванием выросло на 12%. При бронхиальной астме дыхательные пути сужаются из-за таких факторов, которые обычно не влияют на здоровых людей. Процесс может быть вызван пыльцой растений, клещами домашней пыли, шерстью животных, дымом, холодным воздухом и физической нагрузкой. Югорчане стали лучшими на международной выставке, ярмарке, сокровище севера, мастера и художники России. Ежегодно на выставке в Москве принимают участие представители коренных малочисленных народов. В этом году опыт сохранения культурного наследия представили 18 регионов страны. Югорская делегация стала одной из самых многочисленных на мероприятии. В главной номинации конкурсные программы выставочная экспозиция Югры признана абсолютным победителем и завоевала Гран-при. Копилку наград также пополнили достижения югорчан в отдельных конкурсах. Это, например, музыкально-песенное и танцевальное творчество, национальная кухня и другое. Всего наши земляки завоевали 22 награды. В Нижневартовске приступили к масштабному озеленению. На городских улицах появится около 5000 декоративно-лиственных деревьев и кустарников. Это яблоня, сирень, калина, акация. Их высадят не только на общественных территориях, но также около учреждений образования, культуры и спорта, вдоль уличнодорожной сети и во дворах. Как отметили в мэрии, компания по озеленению города продолжится и осенью. Предусмотрена высадка еще около 4500 растений. Югорчане могут принять участие в проекте «Хранители Севера». Стартовал прием заявок на первую премию России, посвященную развитию Арктики. Она проводится для того, чтобы поддержать людей, которые работают над социально значимыми арктическими проектами. Ее участниками могут стать путешественники, журналисты, блогеры, экологи, предприниматели и исследователи. Конкурс проводится в семи номинациях. Среди них сохранение культурного наследия, защита окружающей среды и биологических ресурсов, фоторабота и другие. Отмечу, что организатором конкурса является отделение Русского географического общества «Ямала». Подать заявку нужно не позднее 10 июля 2023 года. Вадим Япончинцев вновь возглавил хоккейный клуб «Югра». После годичного перерыва наставник вернулся в команду и сменил на посту главного тренера Эдуарда Занковца. В этом сезоне наставник привел команду к Кубку «Шелкового пути», одержав победу в регулярном чемпионате. Но в раунде плей-офф дружина Занковца выбыла из борьбы еще на стадии 1-8. Нынешний тренерский состав хорошо знаком югорским болельщикам. Под руководством Вадима Япончинцева «Югра» дважды стала победителем регулярки, а также стала обладателем главного трофея сезона – Кубка Петрова. Команду пополнили и новые игроки. Так, например, в майке «Югры» на лед выйдут Тимур Шерифьянов. Этот нападающий в минувшем сезоне успел поиграть в КХЛ, но большую часть сезона провел ВХЛ, защищая цвета и шстали. Пополнилась и вратарская линия. Команду пополнил Глеб Носов. Он перебрался в «Югру» из Курганского за Уралья. В «Югре» уже неделю действует особый противопожарный режим, а это значит, в лесах нельзя разводить костры. Тем не менее, длинные выходные, сопровождающиеся отличной погодой, так и манят в лес и на дачу как минимум треть населения «Югры». Как провести выходные с пользой, не пропустить традиционные майские шашлыки, не заработать статус эко-браконьера и не нарваться на огромный штраф? На эти вопросы ответят эксперты во время прямого эфира программы «Здесь и сейчас». Проект стартует в 13.15 на телеканале «Югра» и «Мой Сургут» сразу после дневного выпуска новостей.